32 день! Здравствуйте, друзья! А ведь вы даже не подозреваете, вы даже не предполагаете, что я вам очень благодарен в помощи в моем похудении. Вы даже не подозреваете, какую помощь вы мне оказываете. Дело в том, что еще ни разу за всю мою практику не было у меня такого легкого похудения. И в этом смысле я благодарен вам. Наверное, все-таки причина в вас. Точнее говоря, причина в том, что я вот так во всеуслышание озвучил. Вот я во всеуслышание заявил, что я худею, и вот я показываю вам все подробно. И на мне лежит какая-то как бы уже ответственность не опозориться, не упасть лицом в грязь, не подвести тех, кто мне поверил. Я ведь верю, что к моим словам прислушивается, и кто-то уже, предполагаю, намерен следовать по моим сопам. И я не должен их подвести. И это накладывает свой отпечаток. И поэтому вот этот моральный пресс, он как бы способствует тому, что у меня все идет отлично. И вам, когда вы будете худеть, я вам все-таки советую сжигать за собой мосты. Потому что чем шире вы в своем кругу, друзьям, знакомым, родственникам, озвучите, что вы хотите, чего вы хотите, чего вы добиваетесь, и будете регулярно им сообщать о своих результатах, это уже будет ваша моральная ответственность перед ними. Уже будет труднее сделать шаг назад. Уже будет труднее сорваться. Уже холодильник перестанет оказывать на вас такое влияние. А это большое дело. Ведь все совершается в голове. И повышение нашей самоуверенности, оно, конечно же, способствует всему. А сейчас я стою на весы. И 89 килограммов 300 граммов. Против вчерашних 89 700. Минус 400 граммов за сутки. Это нормально, хорошо. Это классно, ребята. И я вам скажу, чем больше срок похудения, на последних, так сказать, датах похудения, вес будет снижаться большими вот такими пластами, кусками. И меряем, меряем талью. Куда девался вес? Он был еще вчера. Так, вот ровненько встану, потому что у меня здесь подозрение на 104. Вот я сейчас, ну точно же у меня живот не надутый. Вот я хорошо, нормально стою. Вот я не надуваю живот, ну вот так, чтобы надуть. И вот я вижу 104 сантиметра. Новый мой рекорд. 104 сантиметра. Еще сантимет в талии ушел. И на этом, друзья, пока-пока. До следующих встреч. Тридцать третий день. Здравствуйте, друзья. На самом деле сейчас раннее утро. Жена еще спит, а мне нужно сегодня попасть на работу намного раньше. Вот поэтому я настроил аппаратуру. И вот сейчас снимаю для вас этот ролик. Ну, вкратце о прошедшем. Самочувствие. Да, обыкновенное самочувствие. Все уже давно наладилось. Все идет своим чередом. И чего-то особого трудно заметить. Ну да, да. Вот уже пару дней я не ем капусты. Как-то надоело. Да, эти же пару дней назад я открыл банку очередную томатного сока. Но как-то он тоже не пьется. Ну, там выпиваю по большой чашке и все. Да даже я его пил литрами, а сейчас как-то. По-прежнему основным продуктом это гречка с кефиром. Да, увеличилось количество потребляемого кефирно-фруктового коктейля. Да, теперь готовим его два раза для меня. Что вам еще сказать? Да вот с тобой на весы и будет повод поговорить. 89,200. Ребята, дело в том, что вес практически не уменьшился. Уменьшился буквально на 100 граммов. Вы знаете, я вот задумываюсь над тем, а почему, собственно говоря, вес вот так вот прыгает? Вот у меня был несколько дней назад, вес прыгнул вниз на целый килограмм. Потом он стоит на месте. Потом он как-то... Ведь когда уже жизнь налажена? Вот все уже идет по накатанной колее. Когда каждый день примерно одинаковый рацион. Когда каждый день физическая нагрузка одна и та же. Все, количество еды одинаковое. Почему же вес вот так колеблется? Ведь можно предположить, что количество энергии, которое я потребляю из пищи, оно постоянное каждый день. Физическая нагрузка та же, постоянная так же. Почему же вес так колеблется? Почему же уменьшение веса идет так неравномерно? Знаете, я все-таки предполагаю, что физиологический процесс идет таким образом. По принципу арифметики. Вот количество расходуемой энергии, оно постоянно. Количество энергии, которое поступает с моей скудной едой, тоже постоянное. То есть дефицит энергии, которую организм должен покрывать за счет жира, он постоянный каждый день. Потому что уже время прошло много, уже организм стал на свои рельсы. Идет, я думаю, по какому-то шаблону. Почему же вес снижается не каждый день? Я все-таки думаю, что количество жира, которое сжигает организм в дополнение к недостатку энергии, оно постоянное, каждый день. А вот эти колебания веса идут исключительно за счет заполняемости кишечника и за счет воды. Где-то вода больше задерживается в какой-то период, вода больше задерживается в организме, в какой-то период она уходит. Мне кажется, что вот так, что жир уменьшается. Мне кажется, что жир уменьшается, ну как бы равномерно. Может быть, я не прав. Талия 104 сантиметра. Конечно же, талия не уменьшается по сантиметру каждый день. Все, ребята. Единственный вывод можно сделать. Я вот смотрю, когда я вышел на 30-й день на 90 килограммов, и у меня вес примерно снижался, вот два дня снижался по, ну как бы в среднем по 300 граммам. То есть я шел четко по зеленой линии графика. Сегодня уменьшился на, всего лишь на 100 грамм вес уменьшился. Значит, я более чем уверен, что мой график выйдет за пределы зеленой линии и вторгнется в красную зону. Ну, я как-то не паникую и не думаю, и в мыслях такого нет. По одной простой причине. Потому что уже длительный период похудения, и именно в эти периоды осуществляется основное похудение. Вот идет снижение веса вниз прыжками. Я все-таки думаю, что дальше будет какой-то снова прыжок вниз, и снова я возвращусь в зеленую зону. А сейчас пока-пока. Всем удачи. Привет, уважаемые. 34-й день. И вчера меня так конкретно пробивало на хавчик. Я вчера дважды трескал гречку. Я вчера бегал к холодильнику, чего-то там заглядывал, чего-то там в эту квашеную капусту. Я, между прочим, капусту уже не ел предыдущие 3 дня. А эту квашеную капусту снова трескал туда, вот натирал вот это на терке свежую морковку, и это все в комплексе. Ну, вот так вот. В этих условиях, как бы с насмешкой сказать, был праздник живота. Ну и, собственно говоря, вот так вот. Встанем на весы, и вы сами убедитесь, что-то ее обжорство работает. Все в порядке. Так. И мы видим 89 килограммов 200 граммов. Это значит, что вес остался на том же уровне, а это значит, что я несколько вылез за пределы графика в красную зону. Но это по большому счету ничего не значит, потому что организм энергии явно не добирает, и явно он ее будет брать исключительно из жира. Ну, не так сразу, как мне бы хотелось этого. А, да, и 104 сантиметра. Все. Пока-пока, удачи. 35-й день, друзья. И вот, наконец-то, жена поверила, что я к прежнему своему весу возвращаться не намерен. И вот ушила мне, вот смотрите, как она ушила мне шорты, вот с двух сторон, вот сантиметра по 2,5, и в общем, сложности где-то на 5 сантиметров минимум уменьшилась у меня талия, и вот я сейчас в этих шортиках, они так облегают плотно, хорошо. Вот так вот, ребята. Ну, а вчера, что было вчера? Вчера я зашел в супермаркет за очередной порцией капусты квашеной, и смотрю, я как-то и выпустил из виду, что может быть морковка корейская. Я взял морковки корейской. По-корейски, корейская, как там правильно сказать. И смотрю, лежат яблоки квашеные. И вот самые вкусные яблоки, это, конечно же, Антоновка. И вот я так, вот мне так хотелось, чтобы эти яблоки были Антоновкой. И вот я их купил, принес домой, и вот беру это яблоко, и я еще не знаю, вот в рту же, рот наполняется слюной в ожидании вот этого вкуса Антоновки. Вот. А я еще не знаю, что это за яблоко. И вот я его кусаю, вот этот сок, вот эта кислинка, вот эта сладость, и я понимаю, что это то, что я хотел. Так что, ребята, я открыл для себя новое блюдо для похудения. Тоже из области квашеных фруктов. Вот. Но дело в том, что кислые надо употреблять для того, вот именно, кислые растительные соки, или квашеные вот эти соки, надо употреблять по одной простой причине. Вот этот кислый вкус, он растворяет холестериновую бляшку. Так что, у меня добавился еще один продукт. Он не только мне будет служить наполнителем во время похудения, но и, как бы сказать, лечебным продуктом. Ну вот. А сейчас я стою на весы. И что мы видим? Мы видим 88, 860. Ну нормально. Нормальное снижение веса за сутки. Чуть больше 300 граммов. Хорошо, прекрасно. Дело в том, что 300 граммов это как раз та минимальная доза, не доза, а то минимальное количество снижаемого веса, которое мне нужно для нормального похудения, чтобы идти как бы параллельно моему графику идеального похудения. Ну а сейчас я доволен, конечно, этим, что вес не остановился на одной точке, несмотря на то, что я вчера очень налегал на эти самые яблоки. Перекрутилось, перекрутилось, вот, и мы видим, не, ну 103 не, это я неправильно оставил, вот 104, это самый раз, 104 сантиметра. Все, ребята, пока-пока. Вы сами увидели, друзья, что в плане похудения прошедшие 4 дня, а это с 33 по 35 день, были крайне неудачными. Вес прыгал вверх и вниз, и результат оказался совсем мизерным. Всего лишь 400 грамм снижения веса. Подписывайтесь, пишите комментарии, следите за моими успехами, ведь самое интересное впереди, самому интересно. Субтитры сделал DimaTorzok